приветствую вас покупатели мол продолжается и вы только посмотрите на эти прибыли а 20 тысяч долларов по-моему это просто замечательно и давайте подумаем что мы будем делать дальше значит из тех что я хочу здесь организовать мы наверное сейчас с вами начнем с фудкорта еще кстати говоря сортиру нас построили давайте его сейчас по-быстрому доделаю потому что туалетик это наше все мы тут общались саней варлонсом он сказал какого хера ты снес мой офис саня все ради тебя все ради тебя вот собственно твой офис сейчас делаю только вот ради этого значит серию записать решил значит здесь у тебя будет урна сейчас я тебе рукомойники поставлю а пока не поставлю прости нет стены ну тогда давай кабинки сделаем они будут интересно располагаться вам скажу я в каком-то фильме видел такой туалет правда в этом фильме они его разбомбили там кто-то дрался в нем не тот он круз не то еще какой-то супер герой вот по янтому я в общем но вы поняли да почему сейчас стеночку вот доделывают как раз мы тебе поставим сюда вот такие раковинки замечательные и твой трон да я помню мы с тобой о троне говорили нужно трон в общем вот здесь будет твой трон это будет спец кабинка для владельца этого офиса надеюсь тебе понравится ну и какой декор сейчас бахну бахну вот здесь будет цветок чтобы так сказать не попахивала клиентами твоими давайте настраивайте и давайте пол мне сюда какой-нибудь ну давайте здесь плиточкой все зафигачим здесь тоже плиточкой все зафигачим а у сани варлонца будет ложь а я черт я сурной накосячил да наверное пользоваться не буду ну и ладно значит это только для тебя друг только твоя уровня короче будешь сидеть и сразу выкидывать туда все идеально и назначение естественно вот так и мы переименовываем это в офис варлонца блин прости написал с маленькой буквы все задача завершена сортир у нас есть я думаю что сейчас туда побегут люди потому что все хотят писать вот уже кто-то идет первый клиент саня принимай гостей гостью даже я бы сказал из прошлого или из будущего ладно чё давайте значит думать о следующих наших телодвижениях на самом деле я подумал что может быть не стоит мне вот эти вот магазин отдельно строить но это реально по моему просто в минус идет мы построим отдельно едовую историю и развлечения и наверное на этом будем заканчивать единственное что меня смущает у меня слишком большой получился торговый центр ради всего этого безобразия но наверное вот вообще у нас он вот здесь находится вот корт именно так его и сделаем единственное я не могу пока придумать чем занять вот эти две области если например вот здесь я только что решил что мы вот это вот сносим потому что она здесь нахрен не нужно только в стеночку только вот сейчас так сделаю но это реально вот этот вот аппендикс он ни на что не повлияет у меня просто не хватит магазинов понимаете чтобы это все заполнить по поводу обычного нашего вот этого супермаркета мне кажется что он работает вполне себе неплохо единственный косяк наверное в количестве касс потому что их не хватает реально у меня людей столько что касс не хватает следовательно его надо расширять вверх и вот этот вот ряд касс продлевать но не знаю штуки на 4 на 5 а то и побольше поэтому единство знаете в игре косяк вот лютейший косяк мы не можем мы можем да еще и и просто вот он возьмет вот так и переместит мне ее серьезно без потери денег о я только что хотел значит обосрать игру что здесь нет возможности перемещать объекты а это возможность оказывается есть вот это вот про меня это вот прям про меня история ла ускоряем процесс и давайте увеличим наш магазин ну на какое-нибудь вот такое расстояние это будет стоить нам 150 тысяч долларов но я готов на это пойти плюс нам еще дали грант в 50 косарей подождите что-то не в 50 косарей что-то больше получилось по моему в общем а вау ладно пускай строят сейчас что идет сейчас идет снос походу аппендикс а где строители то все не пойму чем вы занимаетесь козлы они уже занимаются магазином аппендикс носить будете видимо уже потом ну хорошо я вас не напрягаю доход этого магазина 47 тысяч долларов теперь понятно откуда у меня столько денег я просто сотку сделал вместе с грантом походу охренеть вообще вау да это впечатляет я вам я вам точно говорю нам естественно будет поднять здесь количество грузчиков потому что видите много пустых полок в нашем магазине они просто не успевать давайте я прямо сейчас это сделаю грузчики придите ко мне раз два и может даже три вот и отличные грузчики давайте их нанимать назначать там вот это вот все давайте ребята сюда два сюда один и пока на этом остановимся потому что может быть даже хватит но мой если не хватит а скорее всего не хватит в итоге мы добавим количество этих мудил до единственная проблема что склад витя далеко находится им не очень удобно таскать туда продукты объекты и все остальное бы же вы охренели что ли здесь нет официального входа вот тупые грёбаные ботаем но у нас аншлаг на прям охренеть 47 тысяч баксов просто магазин зарабатывать то что я туда интегрировался на все магазины но знаете в чем самая главная фишка минус в этой игре заключается в том что нет тебе как бы сама игра не дает никаких бонусов в плане вот ты построил отдельно магазин электроники или отдельно магазин одежды к примеру смотрите она тебе за это никаких наград не дает то есть но есть он у тебя есть и ты также платишь там зарплату всем и все такое мне кажется что разработчикам надо внедрить какую-то вот подобную систему которая заставит вас создавать именно отдельные бутики которые будут получать какие-то бонусы с помощью которых люди будут туда идти охотнее например чем закупаться вот в этом огромном караван сарая в котором они сметают все суки опять смели посмотрите на полке а господи боже ублюдки падлы жопы сейчас сейчас на 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 еще на давай вот этот мужик где-то я его уже нанял твою мать вот смотрите какое лицо как у меня по утрам просто один в один берем его берем график работы давай ща вас нахрен распределять буду полностью вот иди сюда ты иди сюда вот сюда даже идея и вот надо сюда кучу вообще народу добавлять потому что это вообще это ужас просто среди у нас не хватает грузчиков я никогда бы не подумал что мне не будет хватать грузчиков в общем ночью будет пускай пять человека а днем виде вот в ажиотаж пускай их будет какое-то лютое количество я думал что мы эту серию будем полностью и целое посвящать новым объектом у нас получается опять оптимизация магаза главного но это нормально я к этому морально был готов единственное только мы должны пол здесь сделать нормальный вот такой вот прежде чем будем полки выставлять кассы самообслуживания и вот это вот все кассы самообслуживания я поставлю по левой стенке грубо говоря таким же образом как у нас вот эти стоят мы сразу же естественно сносим вот здесь вот эту стенку по ходу да да и вот эту народ тоже мы сносим потому что у нас будут турникеты и в общем-то и мы вот этот сносим тогда да а что еще мы сносим а вообще наверное я это зря сделал или не зря давайте ускорим процесс час они это все разнесут после того как пол наверное построят да у нас сейчас будут скорее всего кражи которые не не задетектят вот эти в нашей рамке что конечно же печалит меня но я я к этому был готов они только что аппендикс несли поэтому видимо работа не шла по полу но час они пол доделают а пока они это делают я наверно сейчас буду полки вот эти вот переносить в правильное место вот так вот 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 и вот так вот вот уникальный летсплей по молу когда вы слышите? Вот так вот, вот так вот. Просто, знаете, как прекрасные фильмы, прекрасного режиссера, продюсера, главного героя Терминатора. Простите, не туда. Ну, в общем, вы понимаете, о ком я говорю. Давайте еще пол зальем вот здесь. И, в принципе, все готово, да. Мы сейчас еще нарастим количество полок, чтобы здесь был просто какой-то лютейший беспредел. И, по-моему, рамки все еще работают. Да, я вижу, кого-то задерживают. Это прекрасно. Давайте, ребята, нужно доделать пол, и у нас все будет охренительно. Три рабочих мне уже прям нравятся. Вот два, когда было, мне не нравилось. Сейчас вот мне нравится. И вот здесь как-то не очень красиво выглядит. Ну, ладно. Так, уважаемые грузчики, я ненавижу вас всем сердцем. Давай еще наймем. Ну, не знаю, сколько, честно. Вот я прям не знаю. Мне нужно, что всех нанимать, что ли? Вы не справляетесь, падла, со своей работой. На тебе, и тебе на. И вот сюда. Смотрите, какой у нас всплеск в полночь. Вы что вообще делаете? Нахрена вы продукты покупаете и одежду ночью? Что с вами не так, падлы? Давайте еще немножко, прям чуток, чуток наймем, чтобы у меня просто уже... Так, грузчики, иди сюда. Не, не иди сюда. Иди туда. По-моему, они же по дефолту выставляются с нуля часов. А вот, видите, я даже не могу. Я даже до сюда не дохожу. Понимаете, сколько там? Какой там ажиотаж лютый? Ну, короче, посмотрим, как сейчас будет работать. Я не уверен, что прокатит. Но это, знаете, по-моему, эта профессия называется не грузчик, а мерчендайзер. Он-то вроде должен товары расставлять. Или я, может, ошибаюсь? Так, теперь вот эти штуки мы все... Боже мой, я чуть не удалил. Мы все переносим вот сюда. Вот. Одна хреновинка, вторая хреновинка, третья хреновинка, четвертая хреновинка. Сейчас мы их, естественно, там нарастим до какого-то количества. И нужно будет сделать выход. Вот эту стенку, походу, тоже надо подрезать, потому что она здесь не пришей кобыль и хвостик. Вот досюда хотя бы резанем ее. И сделаем еще пару стройку касс, потому что, господи, я хочу заниматься уже другими вещами. Мне приходится долбиться в этот магазин, продолжать. Давайте сделаем еще две кассы. Это, конечно, проблему не решит, но у нас еще есть место для интеграции касс самообслуживания. Вот сюда, прям вот-вот-вот так вот. И мы еще можем вот таким образом это сделать. Смотрите, как красиво получается. Как будто я так и задумывал, и у меня остается 260 тысяч баксов. И вот эта касса завершает эту историю самообслуживания. И мы даже, знаете, что сделаем? Мы сейчас упоримся, еще пол здесь другой какой-нибудь захерачим. Это будет крайне весело. Давайте, стройте гребаные кассы. Во, народ уже пошел работать. Замечательно. Смотрите, какая классная оптимизация рабочего пространства. Просто идеально. Я молодец. Я иногда могу, умею, практикую. Здесь у нас будет дверь. И вот эта стена будет уходить вот сюда. Идеально. Хочу дверь вот такую двойную. А что, нельзя что? Во, спасибо. Странно, да? Ну, в общем, работает. Теперь нам нужны турникеты магнитные вот эти. Здрасте. И нам нужны односторонние ворота, которые не пропустят сюда никого. Потому что это вашу мать выход. Понятно? То же самое мы делаем... Видите, что делают козлы? Они ходят прямо сквозь людей. Что с вами не так? На вот тебя, обломись. И вот сюда тоже. И рамки поставим между. Все, теперь хрен вы сюда походите. Сейчас оно раздуплится. Вот здесь еще косяк, смотрите. Это что за фигня? Ой, я не туда поставил, по-моему. Вот в чем фигня-то. Вот это снести, ребята. Ребята, спасибо. Надо строить вот эти ворота напротив. Вот так вот, да? 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 Они все в правильную сторону? Вроде бы все. И вот сюда рамку, сюда рамку. Все, теперь эти мать их покупатели никуда не войдут. А в чем проблема? Этот объект не относится к какому... А, я понял, в чем проблема. Сорян. Вот так вот. Сейчас, смотрите. На. Работает. Теперь все относится. Ребята побежали срочно все в кассы. Смотрите, что происходит. Вы просто посмотрите, что происходит. Гребаные потребители, чтоб вас волки кусали за яйца. Охренеть. Я такой же, понимаете? Вернее, нет. Я не такой. Я не такой. Мне вот... Я вот, наоборот, не люблю в час пик и в выходные дни ездить в торговые центры, потому что там творится вот именно то, что творится сейчас у меня. И прям меня это сильно тревожит, я вам скажу. Я хочу еще, знаете, что построить? Пару полок сюда, потому что как-то без полок жизнь не мила. Вот так вот. А они вообще все ломятся на кассы самообслуживания. Можно, конечно, сейчас будет добавить кассиров еще, в принципе. И у нас уже доход 54 тысячи, твою мать. Но кассы меня прям радуют. Да. А знаете, что меня не радует? Меня не радует работа моих грузчиков, потому что они не справляются опять. Господи боже, сколько вас надо? На, на, получи, свой малыш, на. Теперь их какое-то лютое количество. И смотрите, вот эта вот палка, вот эта желтая палка, она вообще не поднимается. Вот она и прям вот, вот она на минимальной границе своей. А теперь мне надо сюда добавлять. Понимаете, в чем прикол? То есть, когда я держу правильное количество грузчиков здесь, у меня падает в самом начале. У меня почему-то аншлаг с нуля часов до шести утра. Я не знаю, чего они приходят покупать. А, давай мне грузчиков. Давай. Давай. Еще давай. А, и кассиров теперь. Че? Че париться-то? Давайте нанимать всех. У меня такие доходы, что я могу вообще не париться. Так, здрасте, кассиры. Это грузчики. Так, вот сюда тебя, дружище, поставлю. Ты же не против? У нас по кассирам теперь лютая беда. И давайте их добавлять вот сюда. Скажем, типа того. И можно еще отсюда забрать там двоих. И, по-моему, там уже все сразу проседает. Господи боже. Ох, ты шматива. Кассир мне нужен еще два. О, боже, смотрите. И сразу проседает все. А че за приколы такие? Так, теперь почему-то середина обвалилась. Я? Или это она считает относительно общий... О, господи, я не понимаю, как она это считает. это какой-то бред. У меня, по-моему, теперь кассиров больше, чем касс. Но мы сейчас это дело проверим. В любом случае, кассы самообслуживания сильно разгрузили общие кассы. И мне это... О, черт! Куда вы ломитесь, идиоты? Смотрите, что происходит. А че у нас текущее событие День Сова Валентина? У меня столько конфет нет. Нет, вы че, идиоты, что ли? Вот это беспредел. Вот это действительно беспредел. Все кассы переполнены. Просто жесть. Мне нужны еще кассы самообслуживания, понимаете? Мне нужно больше кассы самообслуживания. Мы не справляемся. Вообще никак. Поэтому, на, еще кассы самообслуживания нужны мне. В количестве много. Стройте их срочно. Давайте, дети мои, покупайте у меня все. Охренеть. И все равно очереди, да вы прикалываетесь, что ли? Это выше моих сил. Мне интересно, какой сейчас будет доход. Вот пару дней сейчас пройдет. Я не просто... Я в шоке, короче, чтобы вы понимали. В настоящем таком. На, вот тебе пол, и тебе пол. Охренеть, да. Неожиданный поворот, товарищи. Серьезно. И у меня товары сметают с полок, просто их не успевают выставлять. Я не знаю, правда, сколько надо грузчиков, чтобы они успевали работать. Вот на... Ой, прости, кассира нанял, по-моему. Давай еще грузчика. Давай еще, и еще, и еще. И план работы. О, смотри, тебе же это поднялось там у нее. Поднялось, а? Давай, вот сюда иди работай. Теперь иди в конец работай. И сколько... Ну, я не знаю, короче. Хватит? Нет, надеюсь, хватит. Давайте посмотрим, сколько... Вот они, видите, смотрите, у них тут просто... Они... Их надо настолько же, сколько покупателей ставить. У меня другого предположения нет. Доходы 65 тысяч и продолжают расти. Эта игра мне определенно доставляет. Охранники продолжают вязать людей. Вот эта урна, кстати, осталась от моих прошлых... А, подожди, отмена. Мы же можем ее передвинуть, правильно, и давайте это сделаем. Дворники вроде справляются. Справляются. Особой грязи я не вижу, по крайней мере. Это хорошо. Пол у нас доделали. Сортир в Орлонце работает. И можно наконец-то приступать к какому-то развлекалову, я понимаю. И полагаю, тоже я. Поэтому давайте вот здесь заложим фундамент, на который у меня, наверное, не хватит денег. О, о май. Ребята, мне надо немного поформить бабла. Надеюсь на ваше понимание. Короче, я только что получил ачивку за тысячу. Да вы охренели! Смотрите, что творится. Гребаные воры. Повсюду воры. Нужно больше охранников. Срочно. Так, давай. Божечки мои. График работы. Вот мои три охранника. Один встает сюда. А что здесь, что здесь, простите, произошло? Вот это что за... А, класс. Я молодец. У меня в один прекрасный момент не работали охранники. Короче, мы выставляем теперь по три охранника на смену. И давайте их сразу же назначим на вот этот вот маршрут. Давайте, ребятки. Ой, я надеюсь, что втроем они будут справляться, потому что в два уже, видите, не справляются. Там третий приходит. Вернее, суки, а. Это банда уже организованная. Варьё. Проклятая. И самое, знаете, что странное? Вот они реагируют на этих двух, да, мудаков, допустим. А на вот этих козлов они не среагировали почему-то. Может быть, мне поставить еще два патруля сюда на выход и сюда на выход? И тогда мы сможем надрать им зад. Может быть, так это сработает. Ну, короче, сейчас посмотрим, как пойдет. В любом случае, мне еще надо поформить бабла. И, может быть, есть смысл сделать фудкорт. Пока что. Потому что мне, наверное, не хватает, не хватит, чтобы залить вот этот квадрат бетоном. Вот. На фудкорт. Ну, вот получается у нас. Ну, вот, да. Что-то такое. Хотя он, по идее, должен быть вот здесь в центре находить. Давайте вот так сделаем. Да, вот таким образом. И вот по этой линии есть такое дело. Стройте, мои дорогие друзья. Я не буду, наверное, сейчас упарываться в бар и рестораны здесь, потому что в торговом центре ресторан высокой кухни это бред. Ну, вот, откровенно говоря, ресторан должен быть в отдельном помещении. И, как вы помните, я заклеймил под него вот это вот место. вопрос только, когда я смогу накопить денег и когда... Смотрите, что творится-то, а? Ах, вы падлы. Так, пустите меня. Ах, вы падлы. Ща. 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 Ща все будет, ублюдки. Вот тебе четвертый в помощь. Так, где у нас тут? Вот сюда еще одного добавим и вот так сделаем. Все. Идеально. Не, ну, они просто охренели. Вы видели, сколько воришек? Просто ужас, короче. И мне кажется, что воров, воров не будет у нас, когда она откроется. Вот, смотрите, они успевают теперь, да, всех отпердохать. Вот, сука, пробежал, тварь. Ненавижу говно. Сбейте его машины. Вон он идет. Дайте мне управление. Дайте мне оружие. Я тебя сейчас, тетка, как тебя там, направляться домой. Да? Нашла, смотрите, свежие овощи, сука, нашла в магазине в пятом. Я тебе покажу свежие овощи. Куда нажать, чтобы тебя убить? Переименовать, что-то я ее не могу. Удовлетворенность, пузырь, тошнота, мочевая. Я бы тебе мочевой-то пузырь проткнул, скотина, паскуда. Мои деньги, ворует она продукты. 90 тысяч, охренеть доход. Ого. Да я, в принципе, больше играть могу не продолжать. У меня все. Я все, понимаете? На этом мои полномочия все. И их тоже полномочия. У нас, по-моему, бар. Ну, бар, кстати, пропорционально тоже начинает расти. Это мне определенно доставляет. Ну, что, ребята, достраивайте уже. Время-то идет. Надо же какой-нибудь Макдональдс здесь открыть. Почему нет? Мы сделаем здесь несколько касс, естественно. Только, по-моему, там столы заказов нужны. Ну, сейчас я назначу. Итак, ресторан быстрого питания у нас здесь будет. Да делайте, пожалуйста, строители. Вот, пришли. Молодцы какие. Давайте мне. Ресторан быстрого питания хочу я. Готово. Что такое-то? два вот квадратика. Так, нам нужны кассиры, грузчики, стойка быстрого приготовления, столы для заказов, раздатчик газировки, печка, повар, склад. Так, ну хорошо, давайте, во-первых, мы организуем здесь склад, учитывая, что эта территория, вернее, ну да, эта территория, она достаточно удаленная от доставки. Можно, конечно, упороться. Вот, здесь дорога есть. Вы понимаете, о чем я? Я думаю, что да. Мы сейчас здесь доставку организуем, зону разгрузки, когда достроится дорога. И все у нас будет хорошо, а пока я давайте я сейчас разобозначу везде склады. Допустим, допустим, ну я даже не знаю, ну вот может такой склад, нет, маленький точно, точно маленький. Давайте, может здесь вот так вот упоримся и просто отдельный прям блок будет под склад. Это будет крайне, крайне познавательно и интересно. Сюда вот мы его добавляем. И, в общем-то, у нас все хорошо. Здесь надо подрезать. И ресторан быстрого питания почти готов. Осталось только полы сделать. Сейчас я полы, наверное, сразу залью. Деревяшкой. Кроме дерева мне вообще здесь ни один пол не нравится. Кстати, напишите, какой пол нравится вам. Мне прямо очень интересно это знать. Ждем окончания строительства пола и наших парковок. если только здесь надо дверь до персонала бах даже штуки две, чтобы было покрасивше. Зону разгрузочки. Сейчас будем наполнять наш Макдональдс. И знаете, что я вам скажу, товарищи? Глядя на все это безобразие, оглядываясь на прошлую серию и на позапрошлую серию, сука, смотрите, опять упер отчета. Я, наверное, знаете, как поступлю? Я за кадром все вот это вот построю, а вы в следующей серии увидите таймлапс, как я это все собственно организовал и мы посидим посмотрим с вами как это работает. Я что-то где-то расскажу, что-то как-то проанализируем. Может быть, что-то перестроим, переделаем, допилим и все такое. Потому что получается, что сейчас геймплей каждой серии сводится к тому, что я нанимаю новых работников, у меня достижения получено какое-то, ну ладно. И, собственно, строю те же самые магазины, что строил до этого. Поэтому я просто не люблю вот это вот, знаете, одно и то же показывать, постоянно. Это, ну, несмотребельно, на мой взгляд. И я хочу от этого полностью отказаться. По энтому, по энтому, почему здесь стены нет, я не понял. Ну-ка, стену мне быстро здесь построили. По энтому мы с вами ускорим процесс и все у нас будет хорошо. Сейчас они доделают мне здесь пол и мы начнем расставлять мебель, потому что если сейчас ее поставить, почему-то пол удаляется. Тоже странная херня. Да, свершилась предначертанная и вот о чем я вам и говорил. Видите, мы поставили две двери и они нахрен не доделали там пол. И меня это прямо дико бесит. И мой внутренний кривой перфекционист стонет от чего-то стонет. Он, короче, постоянно. Окей, значит, что нам здесь надо? Нам нужны здесь, сейчас еще раз посмотрим, назначения. А можно? Во. Кассиры, грузчики, стойка быстрого приготовления, заказы, раздатчик, печка, повар, склад. То есть кассы не нужны, нужны столы заказов. Не вопрос вообще. Давайте столы заказов тогда располагать. Столы заказов у нас будут... Так, сколько там блоков-то имеется? Вот, значит, вот... Да боже мой! Награда 50 тысяч баксов. Спасибо. Так, я хочу... В смысле? Подожди, я что? Я заработал... Я заработал 100 тысяч долларов за один день? Охренеть. Охренеть. Короче, кассы будут... Что-то я дар речи потерял нахер. Мы поставим 3 кассы, потому что это будет достаточно большой такой ресторанчик, поэтому скупиться не стоит. Давайте ресторан быстрого питания. Мы поставим сюда там диспенсеры 2, чтобы было красиво. Печка для фастфуда у нас будет находиться внутри в количестве 2 штуки. Еще 2 стойки для приготовления. Посередине будет еще один диспенсер по-любому, потому что это якобы кофе, знаете. Ну, а что бы нет-то? Ну, в каком-нибудь Бургер Кинге можно же колу самому наливать, правильно? А здесь еще будут наливать кофе. Кофе будут наливать, да. Теперь давайте... Ой, это будет небыстрый процесс, поэтому я, наверное, его ускорю. Так что давайте я сейчас вот как начну, как начну и хочу стенку еще вот здесь. Смотрите, вот так вот. Опа! Опа! Вот. И здесь мы сделаем дверь для персонала, потому что это прикольно. Вот. И давайте размещать столики. Ой, все, вроде закончил. Ждем, пока это все дострелят, допилят, доделают. Пол, видите, опять снесли. Да что бы вас, суки? Почему они пол сносят, даже когда он построен? Что за срань такая? Обычно, когда дверь ставят, пол не трогают. Так, есть такое дело. Давайте полностью управлять этим магазином. Значит, назначим склад, сделаем его круглосуточным. И погнали. Значит, у нас будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, два кассира круглосуточно будут работать здесь. То есть, вот так вот и вот так вот. Теперь нам нужны грузчики в количестве трех штук, которые будут работать, естественно, тоже круглосуточно. Теперь нам нужны повара в количестве, я даже не знаю, но давайте по два поставим их на смену. Вот так вот и вот так вот. И что там еще? Все, по-моему, да? Больше ничего не надо. Давайте посмотрим, как это будет работать. Если что, мы дополним, дополним количество кассиров как минимум, потому что у нас вот три кассы есть, да? А у нас работает, ой, простите, не туда. У нас работают по два кассира, да. Сейчас посмотрим, как это будет работать. Это будет понятно, когда здесь все откроется. Кассиры выйдут на работу и тогда люди пойдут туда. Ох, какой склад здоровый, что-то я сделал, прям переборщил я малость со складом. Но ничего, ничего. Учитывая, что они делают в этом магазине, я как-нибудь проживу с этим. Слушайте, смотрите, полки наконец-то почти не все пустые, да, потому что, ну, что-то вот все равно есть какие-то некоторые пустые. Надо, видимо, все-таки грузчиков еще сколько больше нанимать. Иди сюда, падла, давай. Работай, скотина. Давай вот. Сейчас тебя вот сюда подвину, вот туда тебя подвину. Все, попробуйте столько скоты, не справляйтесь со своими обязанностями. Я вас охранец дам, она вас в туалет к Варлонцу отправит, будете там сидеть и извиняться. Блин, опять очереди. Черт бы вас подрал. Я вас услышал, я вас понял, я все уяснил. Нам нужно срочно еще раз, два кассира, три кассира вернее, потому что они будут работать круглосуточно. Вот, иди сюда, иди сюда. И получается, что, собственно, двумя-то кассами мы как бы не обойдемся. Нам, походу, придется построить еще кассы. Ну, то есть, эти столы для заказов. Так, как у них там это все располагается? Да, это проблема. Это серьезная проблема, получается. Давайте-ка я разнесу здесь стены, которые так, так долго я ее упорно строил. Ну, потому что придется это сделать. Господа строители, будьте любезны, снесите мне здесь все нахрен. Не, ну вы свиньи, а! Не, ну я, конечно, тоже косяк, не построил вам мусорку. Так, мусорка, значит, мы организуем мусорку. Я даже не знаю, правда, куда ее организовать. Но они насрали здесь? Я не знаю. Просто вот так вот сделаем. Четыре мусорки, наверное, не хватит. Ха! Где мои строители? Я не пойму. Куда они, где? Вот они идут, по-моему. Да. Все разнесли, все в пух и прах. Давайте вернем сюда полы. И сейчас будем кассы ставить таким образом, чтобы все было чики-пуки. Вот видите? Вот так надо кассу ставить. Вот так надо кассу ставить. Это получится уже пять касс будет у нас работать. И все, и больше я... И я смогу еще и больше поставить. Так что сносим эти столы нахрен. О, черт. Не, ну мы должны... Ну ладно, оставим, оставим эти столы. Хорошо. А то там сидели, просто как-то некрасиво получается. Полы, будьте добры. У нас остается по блоку, и туда можно поставить, к примеру, цветочки. Почему нет? Цветочки любят все. И мы сразу же сюда назначаем персонал в количестве четырех кассиров. Потому что они будут работать вот в это, короче, время. Здесь четыре, здесь пять. Вот еще одного сюда надо. И тут... И ночью, получается, у нас три кассира работают. Надеюсь, этого хватит. И какие же вы, суки, просто свиньи. Вот просто свиньи. Я не знаю. Ни в одном торговом центре так не срут люди. Где уборщики все? Я не пойму. У меня уборщиков миллиард просто. Походу, этого миллиарда недостаточно. Они ездят на таких каталках, и походу, они решили забить. Давай еще уборщиков мне полностью нанимаем. Вон такое количество, допустим. А почему вы съехали на час? Странно тоже. История. Давайте добавим сюда троих, допустим. Пофиг четверых. Пофиг всех сюда добавим. И сейчас наймем еще уборщиков, которые будут с нуля работать. Допустим, четверых. Нормально будет. Ой, жуть какая, а, в коробочке. Смотрите, сразу доход в размере косарь. Неплохо, да? Ну и теперь, смотрите, никаких очередей нету. Никаких уборщиков, к сожалению, тоже нету. Никто не хочет убираться почему-то в моем фудкорте. Чего вы бесите-то меня? Я не пойму. Уберите это говно. Оно даже и меня бесит. Я представляю, каково моим... А почему у меня? А потому что еще одного почему-то кассира нету у меня. А че? Почему? Здесь пять. А там три. Сейчас время двенадцать. Должны работать все пять касс. А где еще один кассир, извините? А, они, наверное, носят заказы, кстати, да? Нет, все равно здесь пусто получается. А ну, ускоряемся. Нету кассира. Нету его. Четыре работают? Пятый сдох, походу. Он просто охренел от объема работы и ливнул. Нормально вообще? Так, время пятнадцать часов. Пришел пятый. Это хорошо. Но у меня все равно очереди. И они не уменьшаются. И, значит, мы должны сносить вот это и вот это. А я, по-моему... Объекты, да, объекты. Давайте, разнесите мне вот... Почему надо прям весь стол выделять? Снесите мне столы. Да где же уборщики? Охренеть, смотрите. Ну, что за фигня? Уборщики. А ну, быстро пришли и все здесь сделали, а? Повары долбятся, смотрите. Почему-то с другой стороны. Я думал, они будут изнутри это делать. Ну, ладно. Так, столы убрали. Красавчики. Теперь мы добавляем еще сюда кассы. Охренеть вообще. Быстрое питание. Стол для заказов. Вот сюда еще одну и вот сюда еще одну. Получается, у нас будет семь касс. То есть, надо добавить еще... А, еще... Еще четверых чуваков. Потому что ночью три кассы абсолютно точно справляются с своими обязанностями. И мы можем поставить сюда пару диспенсеров или печь. Ну, наверное, лучше диспенсеры. Они как-то посимпотнее выглядят. Просто раз есть два блока свободных, почему бы это не сделать? Черт подери. И давайте наймем сюда еще кассиры. Четыре штучки кассира, которые отправляются два сюда, два туда. Получится у нас семь. Вперде, товарищи! Давайте, показывайте класс. Сколько денег вы мне уже зарабатываете? Вы меня тысячу пока поднимаете. Рентабельность, ну, такая себе. Короче, с уборщиками проблема. Они, походу, не доезжают вообще до того места, которое я им сказал. И это очень странно. Нанять уборщика, нанять уборщика, еще уборщика, еще хочу уборщиков. Что с вами не так, падлы? Почему здесь опять на час все съехало, а? Я не понимаю, как они так делают. Они, походу, сами что хотят, то и творят. Или это когда я нанял, они решили, что... А что бы нет-то? Так, ну, сделаем какое-то вот такое количество уборщиков с нуля. С нуля до... Не нуля. Здесь у нас мало получается. Мы сюда... Ой, подождите, а что? А, да? Тогда сюда добавим одного. Все. Смотрим, проверяем, как идут дела. Здесь у нас доходы 83 тысячи долларов. Они все равно всех не ловят. Вон, видите, козел сел в свою помойку и уехал. Но большинство, конечно, вар... О, 8 тысяч баксов. Охренеть вообще. Вот это фудкорт по мне. Где уборка территории? Почему нельзя приоритеты выставить? Вот я хочу, чтобы ее убрали сейчас, а ее не убирают. Это же самое, получается, грязное место в магазине. Вот, ну, фастфуд. Что говорить? Я сам лично видел в торговом центре тараканчики нам ползают. Да-да-да. Вообще не хотят убираться. Чем, мне интересно, занимаются уборщики? Ну, вот у них еще есть бар, конечно, да, где срут. У них какой-то лютый человекопоток здесь находится. Кто-то даже через вот этот вход идет. Но все равно странно, да, согласитесь, вроде вот эту половину убрали, вот с этой что-то как-то все плохо. Но вроде количество мусора кончается. Если смотреть по общей картине, то оно становится явно меньше. И у нас хороший такой клиентопоток образовался, и вроде даже не хватает касс опять. Охренеть. Вы реально прикалываетесь надо мной. Мне просто больше кассы некуда ставить, я уже не знаю, что за фигня. Смотрите, сколько народу, а. Как кто-то просто даже не встает в очередь, потому что черт подери. Я ничего не могу сделать, только если расширяться вправо. Серьезно, они хотят мне это сказать? Короче, товарищи, я вот что вам скажу. У меня какой-то лютый человекопоток, я от него реально сам охереваю каждую секунду. И, в общем, наверное, я за кадром буду все это дело как-то оптимизировать, здесь что-то где-то расширять. Помимо этого, я сделаю кинотеатр, я сделаю фитнес-центр и боулинг. На мое удивление, боулинг использовался спросом, это, наверное, единственный был какой-то такой развлекательный объект, который люди посещали с радостью. По Энтому увидимся мы с вами в следующей серии, где что-то я оставлю на серии, что-то я оставлю за кадром, потому что, ну, вы видели абсолютно все, что я уже здесь сделал, кроме, наверное, кинотеатра. Поэтому кинотеатр мы с вами построим на серии. Ну, а боулинги, фитнес-центры и все вот это вот дерьмо я сделаю за кадром. И у нас, получается, с вами остается только два бизнеса, которые мы не строили. Это вот этот вот кинотеатр и вот здесь вот какой-то ресторан высокой кухни. Но на ресторан, естественно, нужно куча денег, но мы теперь, учитывая, что вот этот гребаный магаз сотку нам дает просто денег, мы это сделаем вообще на изи. И, в общем, не знаю, будет одна или две серии еще, но в любом случае услышимся мы в продолжении. Спасибо за ваше время. На этом все. Покусечки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!